Во-первых, вы просто подставляете, потому что уже будут получать информацию от них. Ну и, естественно, нет никакой гарантии о том, что они эти ваши секреты защитят. То есть рассказали там своей спутнице жизни какие-то коммерческие секреты, она рассказала бабушкам около подъезда, на следующий день все это стало известно во всем городе. Реальные случаи жизни, к сожалению, такие были. Значит, ну, анализ, наверное, своей жизни. Ну, анализ своей жизни, конечно, не с целью, что я достиг там за 30, 40, 50, 60 лет. А анализ своей жизни с точки зрения определения в ней, в этой жизни каких-то мотивов, каких-то моментов, связанных именно с проблемными ситуациями, с теми ситуациями, которые могут быть использованы для шантажа или дискредитации. Ну, понятно, что с прошлой жизни, в общем-то, ничего не изменить, то есть вы ничего не поменяете в своей прошлой жизни, но, по крайней мере, вы сможете, ну, как бы осветить эти моменты со своей точки зрения, чтобы выбить почву из тех, от тех людей, которые будут пытаться использовать ваши эти моменты для шантажа или дискредитации. Ну, рекомендация, может быть, это выяснение своих слабостей, вот это, то есть анализ своих психологических, назовем так, своих составляющих, своих хобби, там, алкоголь, секс, деньги, черты характера и так далее. Я, естественно, не призываю вас менять эти свои черты характера, если вы считаете, что так нужно, ну, ради бога. Вот, просто имейте в виду, что вот эти подходы, мотивированные подходы по разглашению информации, они, как правило, используют какие-либо психологические особенности человека. Зная их, вы просто будете знать о том, что на этих мотивах к вам могут подойти с целью, опять же, получить у вас информацию или заставить совершить какие-то действия. Ну, наверное, что еще можно порекомендовать? Ну, анализ контактов, тоже, так скажем, это рекомендация по противодействию установлению таких футагентурных контактов, потому что, если вы понимаете, почему человек ни с того ни с сего начинает попытки сбежения с вами, это, наверное, хорошо. То есть, надо четко себе отдавать отчет, а почему тот или иной человек начинает какие-то попытки сбежения с вами. Если это какие-то физиологические потребности, это понятно. Когда непонятно, почему человек это происходит, значит, это всегда, так называемый, растровый признак опасности. Ну, вот этот момент. Значит, на что, так скажем, еще я бы обратил внимание. Значит, ну, сейчас мы с вами, в общем-то, я вам рассказал моменты, связанные с угрозами, которые исходят от человеческого фактора, ну, и некоторые моменты осветил по вариантам реализации этих угроз. Значит, следующий аспект – это как строить кадровую работу, как строить вообще взаимоотношения с персоналом с точки зрения кадровой безопасности, чтобы нейтрализовать все вот моменты, связанные с угрозой разглашения информации или с угрозой совершения каких-то противоправных действий. Значит, кадровая работа. Кадровая работа. Значит, здесь я буду освещать некоторые, некоторые аспекты, вот, которые связаны с безопасностью, практически напрямую связаны с безопасностью, которые надо учитывать, когда будет проводиться мероприятие. Значит, это мотивация персонала. Мотивация персонала. Значит, термин достаточно модный, мотивация персонала. Вот, есть даже такое понятие, как, там, замотивированный персонал, незамотивированный персонал. Мне, правда, не очень нравится термин, там, замотивировать, потому что он у меня ассоциируется с термином обматерить. Вот, но, тем не менее, такой термин применяется. Что такое мотивация? Мотивация, по сути дела, это некий, это, скажем, ну, не крючки, а некие причины, почему тот или иной человек работает в организации. Естественно, чем больше будет этих причин, чем больше будет этих крючков, вот этих вот, как бы, моментов, из-за которых человек работает в организации, тем, как правило, менее проблемный этот человек. То есть, с человеком замотивированным вопрос о безопасности решать значительно проще. Ну, есть даже целые семинары про мотивацию. Я просто расскажу проблему мотивации именно с точки зрения кадровой безопасности. Значит, вся мотивация, в общем-то, она делится на две большие группы. Значит, это материальная мотивация. Это нематериальная. Нематериальная. Ну, в общем-то, понятно. Материальная мотивация – это мотивация, которая в той или иной степени связана с определенными материальными благами. Нематериальная мотивация – это та мотивация, которая не связана с материальными благами. Значит, более сильно вообще считается нематериальная мотивация, потому что, ну, понятно, материальная мотивация связана, как правило, с деньгами, или с материальными благами. В любом случае, какая-то организация может предложить больше материальных блага, вот, и человек от вас уйдет. Поэтому считается, что самая сильная из мотивации – это нематериальная. Значит, ну, самая сильная, пожалуй, из нематериальной мотивации считается идеология. Идеология. Достичь коммерческой структуры идеологической мотивации, честно сказать, достаточно сложно. Я практически не сталкивался с компаниями, где персонал будет замотивирован именно с точки зрения идеологии. Но если это удастся, то это будет очень сильная и очень, назовем так, солидная компания. Идеология. Ну, какие могут быть формы, какие могут быть варианты? Это может быть, допустим, та же религия – это идеология. Это может быть какая-то идея, патриотическая идея, корпоративная идея – это тоже идеология. Это может быть борьба какого-нибудь маленького угнетенного народа за свое самосознание и независимость. Это тоже идеология, это идея. из нематериальной мотивации допустим в Москве очень распространено это близость работы к дому потому что понятно что если человек живет на севере Москвы каждый день едет допустим на юг Москвы тратит там несколько часов на дорогу если человек найдет компанию который будет платить все остальные системы мотивации будут одинаково и человек найдет работу рядом с домом то он с организацией уйдет чтобы работать рядом с домом пожалуй вот эта нематериальная мотивация в виде близости работы к дому это только для Москвы характерно допустим для региональных каких-то компаний это может быть не очень характерно из нематериальной что можно отметить допустим работа сама по себе работа сама по себе очень сильная нематериальная мотивация связанная с тем что человек почему человек работает потому что ему нравится такая работа вот ему нравится писать картину он каждый день будет писать картину вы его назначите на какую-то должность связанную с руководством вот он не будет работать потому что ему эта работа не нравится значит сюда же обычно относят из нематериальной мотивации это морально-психологический климат морально-психологический климат вот то есть почему человек работает ну очень комфортный морально-психологический климат вот человек может там по полгода зарплату не получать а будет ходить на работу спрашивает почему ходит почему ходит на работу ну коллектив хороший компания хорошая вот и человек может получать очень приличные деньги но с работы уходит потому что все вот как скорпионы в банке все друг друг пытаются ужали значит ну материальная мотивация значит в первую очередь это деньги вот то есть человек должен получать определенные денежные вознаграждения за свой труд и эти это денежное вознаграждение ну она должна быть зон так не ниже там среднего по региону по отрасли промышленности по должности и так далее вот тогда это будет материальная мотивация основана на деньгах значит это могут быть из матери п φ naar дошли промышленности получают сделали